В Губкинском краеведческом музее непривычно тихо. За закрытыми дверями идет ревизия и переучет фондов. А также высвободилось время для того, чтобы добавить экспонаты во всероссийскую базу госкаталога. В ней можно найти артефакты из любого российского музея, если они описаны и учтены. Вот, например, бивни Мамонта, старейший экспонат в Губкинском краеведческом. Его размер 172 сантиметра, при весе почти 70 килограммов. Это крупнейший бивень, который хранится в музеях Белгородской области. Когда его увидели экскаваторщики Лебединского карьера, первая мысль была передать в Старооскольский музей, потому что тогда в Губкине музея еще не было. Но главный елокомбинат Акмаруда Сергей Федорович Борисов воспротивился этому. Перехранятся в музее и экспонируются в постоянной экспозиции. Лебединский карьер – настоящий клад для губкинцев. Так, уникальные экспонаты в местном музее истории КМА, а это филиал Губкинского краеведческого, не прекращают принимать и во время карантина. Один из работников Лебединского ГОКа решил сделать подарок музею своими руками. Создал настоящую каменную сказку из всех видов минералов, которые только встречаются в Лебединском карьере. Ко дню геологов нам была подарена такая интересная композиция под названием «Каменная сказка», где мы можем увидеть все минералы и горные породы, которые имеются на Лебединском карьере. Я вижу, это что, золото? Нет, это не золото, это перит. Но в народе чаще всего называют это «золото дураков». Увидеть все эти экспонаты посетители могут на виртуальных выставках. Все они доступны на официальном сайте Губкинского краеведческого музея в разделе «Медиа». Эти онлайн-экскурсии были готовы задолго до карантина, но теперь как никогда востребованы. Особенно посвященные 75-й годовщине Великой Победы. Одна из последних виртуальных выставок рассказывает о военкоре Василии Жилмасных, который в мирное время был корреспондентом Губкинского районного радиовещания. Она доступна и в группе «Музея ВКонтакте». Все это вылилось в масштабный проект фестиваля «Была война, была победа». Он пройдет в режиме онлайн 16 мая. Фестиваль наш состоит из нескольких блоков. Там мы показываем наши виртуальные выставки. Далее мы проводим мероприятия для школьников совместно с «Квест-игрой». Если вы никогда не посещали Губкинский краеведческий и его филиалы, Музей истории КМА и Музей Раевского в селе Богословка, сейчас у вас есть возможность сделать это онлайн. С каждым днем количество виртуальных выставок растет. Напомним, все они доступны на официальных сайтах музеев и на их страницах в соцсетях. Павел Болтаев, Евгений Игнатов. Такой день на мире Белогорья.